Чай, сигареты, крупа. Киевлянка Виктория второй раз в этом месяце собирает посылку сыну в тюрьму. Еще год назад чая и сигарет было достаточно, чтобы служащие тюрьмы выдали ему телефон, вызвали врача или не наказали за несоблюдение правил. Сейчас это возможно только за деньги. Виктория постоянно их переводит прямо на банковские карточки сотрудников тюрьмы. Аппетиты растут. В декабре она отослала 10 евро, в январе уже 50. У меня такое впечатление, что я плачу какой-то кредит. Не раз в месяц, а каждую неделю. Не бояться, наверное, ничего. Если там попадутся, то уже чтоб не зря. Коррупция для Украины давняя проблема. Еще экс-премьер Украины Павел Лазаренко, по данным ООН, в 90-е годы похитил около 200 миллионов долларов. По данным украинской генпрокуратуры, еще больший размах коррупция приобрела во время правления экс-президента Януковича. Подробные финансовые схемы, как утекали деньги из бюджета, составили эксперты Киевской общественной организации «Центр противодействия коррупции». По их данным, Янукович и его окружение уже после бегства из страны продолжали беспрепятственно продавать свои имущества и выводить деньги из Украины. Укргосмониторинг в прошлом году нашел в стране денежных средств, связанных с окружением Януковича, на 2 миллиарда долларов, корпоративных прав на миллиард долларов, а также 2 миллиона гривен. В рамках уголовных дел, которые сейчас ведутся на Украине, из этих денег заморожены, арестованы приблизительно полтора миллиарда долларов. У нас возникает вопрос, что произошло с остальными деньгами. Общественные активисты требуют привлечения к ответственности всех нечистых на руку чиновников. Ведь Украина без коррупции – именно таким был один из основных лозунгов на Майдане. Но есть ли результаты? Идёшь за какими-то справками и разрешениями, всё равно нужно что-то в конвертике положить. Я вижу, что меньше стало. Это что касается медицины. Стосовно медицины. Просто оно делается теперь более аккуратно. То есть это воровство, вся эта коррупция. Взятки в ГАИ, милиции, судах. Факты коррупции уже после победы Майдана в украинском YouTube. Правозащитник Евгений Захаров с прошлого месяца участвует в выборах главы антикоррупционного бюро. Абсолютно нового органа, создание которого требовали общественные организации ещё во время Майдана. Правда, окончательно закон об антикоррупционном бюро пока не принят. Захаров входит в число трёх экспертов, избранных по квоте президента Порошенко. В комиссии ещё шестеро членов от парламента и правительства. Каждое заседание комиссии видит вся страна в прямом эфире на канале YouTube президентского сайта. Кандидатов уже более ста. Среди них есть и иностранцы. Украинская пресса называет, например, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Конкурсная комиссия выберет трёх потенциальных кандидатов для утверждения президентом, а потом парламентом. Сможет ли глава нового бюро иметь такое же влияние, как, например, генпрокурор, и стать действительно независимым от политиков и чиновников? Все процедуры принятия изменений к закону и самого закона, то, что сейчас происходит, все говорят о том, что этим человеком хотят манипулировать. Вот я именно так и скажу. Борются за то, чтобы иметь больше контроля за его деятельностью. Виктория надеется, что сотрудники бюро когда-нибудь займутся и тюрьмой, в которую попал её сын. Ох! Хороший ящик. Хороший ящик. Хороший ящик. Хороший ящик. Хороший ящик.